А это мои великолепные бустеры. Они настолько крутые, что увидят полную двухчасовую версию барахла из ящиков, соответственно, на бусте. Ссылка есть в описании. Спасибо. Это Андрей, и он с детства мечтал заниматься балетом. Ну что, Андрей, не получается попасть в мир большого балета? Не отчаивайся, ведь на видеосервисе ВИНГ уже вовсю идет сериал «Балет». «Балет» — это эксклюзивный сериал «ВИНГ Ориджинлс». Повествует он о культовой прим-балерине и хореографе Руте Майерс. Она возвращается из США в Россию спустя долгое время, чтобы поставить на сцене главного балетного театра страны спектакль. Главной героине придется пройти через все тяготы балетного бизнеса, подружиться с художественным руководителем театра, с которым она ранее встречалась, и, разумеется, найти свое место под солнцем. Режиссер сериала — Евгений Сангаджиев, автор добротного хита «Хэппи-энд». В кадре светится настоящая балерина Большого театра. Одну из главных ролей исполняет Федор Бондарчук. Сериал-балет — драматический, напряженный и эстетический образчик, который искусно показывает мир балетных перипетий. Берешь попкорн и погружаешься в эту атмосферу, даже если ты не увлекаешься балетом. Смотреть только так! Ну что, Андрей, вдохновился? Тогда танцуй по ссылке в описании и смотри сериал-балет только на видеосервисе «Винг». Давай, чиши. Добро пожаловать в рубрику «Барахло из ящика». На этот раз мы вновь будем песочить Уэлдберрис. Тематика сегодняшнего выпуска — это любовь к себе, красота, здоровье и готовка. И, конечно же, начнем мы с пробуждения, а именно будильник на колесах. Будильник инопланетянин желтого цвета. Убегает при срабатывании. Звучит как то, что можно успешно бить молотком. Знаете, какой у нас сегодня выпуск? Какая тематика у нас сегодня? Тематика называется «Люби себя, селф-лав, заботимся о себе со всех сторон». У нас первая на очереди вот такая замечательная штука, называется «Аларм Клок». Является будильником, нужно рано проснуться, прозвонил там в 6 утра, а тут хренак, он начинает на колесиках от тебя убегать. А мне надо догнать его. А тебе надо его догнать, да. Вау. Это максимальный звук? И вот ты спишь, да, сыграешь, ты спишь. Станусь. Доброе утро. А, я думала, она поехала, ты думаешь. Ну а чё она не едет никуда? А можно поехать, где-то? Или колесики для красоты тут. О-о-о. Можешь перезапустить будильник, чтобы... Это не будильник, блин. Это режим гейм. Нет, погоди, в смысле он не будет играть в режиме гейма, если мы просто заведем будильник, он не поедет. Нет. Вот в такие моменты чувствуешь себя нищим. Ты думаешь, почему я такой злой? Я потому что примерно помню, сколько это говно стоит. Данил, можешь, пожалуйста, мне сказать, сколько это говно стоит? Говори, говори. Эта штука без скидки стоит 2146 рублей. А со скидкой? Невероятные 1888. Ну все, я ее убью тогда сейчас. Наконец-то к нам приехал отечественный товар. Патчи со слезами Байдена. Помогают от всех напастей. Пользователи отмечают, что при регулярном ношении с них сняли персональные санкции, в семью возвращаются ушедшие мужья, и дети перестают учиться на двойке. Судя по отзывам, от патчей падают в обморок и просыпаются миллионерами. Я готов попробовать. Предварительно нацепив на себя пластырь от головной боли. Эффект просто как две капли, создает длительный охлаждающий эффект, облегчает головную боль и мгновенный успокаивающий эффект. Я надеюсь, этот пластырь какой-нибудь серной кислотой не пропитан, а? Чтобы себя облагородить, нужно сделать две вещи. Налепить на глаза патчи и зацепить пластырь от головной боли. Собственно, да, это пластырь от головной боли. А вы что думаете? А тебе я предлагаю другой девайс. Патчи со слезами Байдена. Эта история позволяет тебе спастись от санкций, как пишет производитель. Получить пять тысяч долларов. Ну и заодно у тебя там вот это, мешки под глазами уйдут. Это все ерунда. Главное это пять тысяч долларов и чтобы не попали под санкции. Оп, есть? Все? Вот пластырь, пахнет зубной пастой ментоловой. Очевидно, это просто даст мне какой-то холодок по лбу. Зубной пастой пахнет, я говорю, да. Ну, она холодная, безусловно. Да, она у меня сползает лицо. Лицо. В общем, потусуемся с этим какое-то время, посмотрим, умрем мы или нет. Сколько стоит слезы Байдена? Без скидки. Касай. Со скидкой? Со скидкой 840. Слушай, ну наплакать столько за 800 рублей, это... Дороговато? Да. Если есть нужда быстренько и эффективненько облысеть, то хватайте средства для удаления волос. Производитель просит щедро и равномерно нанести продукт, оставить на 7 минут, удалить средства мягкой тканью и все. Вы лысый, гордый и дебил. А до кучи хватайте депилятор, эпилятор, ластик, кристалл для удаления волос. Трешь как наждачной бумагой и ты вновь лыс как жопа младенца. Как насчет побрить ноги или руки? У нас есть и такой эпилятор, и другой эпилятор. Но первый мне нравится гораздо больше, потому что он более инновационный. В чем суть? Я просто наношу к себе на свою вот эту волосатую сраную руку этот крем, подержу 5 минут и вот так вот салфеточкой сниму и все исчезнет. Вот там какая-то фигня радиоактивная, я вам позорю. Вторая штука. Это на Вайлдберсе называется типа ластик эпилятор. Просто опять так вот провел и все моментально исчезло. Вот так выглядит ерундовина. Ладно, с чем начнем? Давай вот с этого, потому что это менее. Интересно. Моя теория говорит, что это не работает на таких волосах. Не должно. Не должно. Я собрал мертвую кожу. Я побрил руку, блин. Я не заметил, она вся побрилась. Расскажи, как оно, каково? Каково, блин? Это как вообще работает? Я как дебил теперь буду ходить. Ну, либо иди до конца, я пока тогда начну вот эту вот ерунду. Это супер неожиданно. Так, вот, собственно, вот такая вот джимбабуга. Может на усы? Идем уже. Сейчас, как ластиком, понял? Ластиком пахнет. Как вам обычный? Какого? Скажи на кавер, на кавер. 100 рублей. 128 рублей. Вот это 120, а? Вкусно как. Что-то клочкаве у меня как будто вырывается. Да, ну прям как... Былосяной покроп отмирает в режиме реального времени. Это звучит немножечко жутко выглядит. С ужасно. Это не выглядит здорово. Я бы скорее отдал деньги вот за эту вот историю. Здорово тоже не выглядит. И не здорово. За это нет, за это да. Поехали дальше. Брелок для самозащиты. Пять в одном. Увесистый. Целый набор чемпионов и наклейки. Красивый пакетик в подарок. Мы занялись процедурами самопомощи. Во-первых, что я хочу сказать. Волосы вот так вот прям вот незамысловатые вырываются с меня. И более того, у меня кожа не чувствует это место. Это нормально или я умираю? Ладно. Но это мы узнаем дальнейшее развитие потом. Пластырь у меня отклеился. Патч тоже может снять. Башка у меня никогда не прошла, только чуть похолодела. Привели себя в порядок. Вышли за продуктами на улицу. Тут происходит страшное. Нас похитили. И вот я остался вот с носом. У меня вот только онемеющая рука и все. И только мое самосознание. А у тебя в руках? Набор для самопомощи. У нас есть вот такая вот ерунда. Как вы думаете, что это? А это сигнализация. А нет, стоп, что это вообще? Это фонарик. А это просто глаза? А сигнализация тут кнопочка большая есть. Ты можешь на нее нажать. Ну есть фонарик, безусловно. Может она как-то... Это перцовка. Проверяем. Шучу. Когда к девушке домой приезжаешь, она вот это достает связку. Да, только мы ко мне ненадолго. Нет. О. Брезня. Ну что, давайте перейдем к гвоздю, к программе. Вот эта вот история, легенда, гласит, что может разбить стекло. В данном случае стекло от машины, потому что инструкция гласит, что это предусмотрено для того, чтобы в натуре нас похитили, связали ремнем, а вот нужно выбраться через стекло автомобильное боковое. Это, между прочим, стеклуха от BMW. Это был вес руки, килограмм двести. Тебя удивило? Нет. Сыграй, удивило? Как? Оно не разбилось. Вау, круто. Как бы НВ на вкус. Довольно эффективная штука, если укастомизировать какую-нибудь одну вещь, которая тебе реально прям нужна по факту, прицепил куда-нибудь и вперед. Набор супер, особенно для девчат. Тысяча сто рублей. Ну, в принципе, нормально, одну перцовку можно сейчас найти минимум за косарь, поэтому, в принципе, очень хорошее сочетание. Поэтому рекомендуем, и давайте поехали дальше. Да? Да. Настрессовались, теперь самое время лепить пельмени с помощью машинки для лепки вареников и пельменей. Экономят силы и время. Поместил тесто на форму, добавил начинку, нажал вниз и жри. Ммм, вкусно. Убежали, прибежали в магазин, накупили продуктов, бежим домой. Захотелось на нервяках похавать, чисто по-человечески. Пельмени-тос. Надо заточить пельмени-тос. У нас на это тоже есть решение. Автоматик дамплинг-мейкер. Вот такая вот очень с любовью запакованная история. И, собственно, с помощью нее можно очень легко и незамысловато слепить пельменей. Ее даже собирать не надо, производитель позаботился вот просто вот максимально. А ты зря смеешься, у нас тут вон какая дырявая гадость. Вот так. Ну и что? Ну давай. Ничего за подстава. Андрей! Нифига, ну не пропечаталось. Аааа! Щекочешь. Ну почти пельмеш, да, получился. Но тут вот все равно он тебя отклеивается. 590 рублей стоит. Это приблода максимальный, мне кажется, бесполезный и странный. Дааа, давай. О, это было легко. Хаа! О! Вот так у нас случился своеобразный аппарат. Слепили. Теперь пришла пора жарить с помощью печи кедр. Уникальный прибор с эффектом русской печки. Всего за 20 минут разогреет аппарат до 250 градусов. Будете есть пирожки со вкусом аэрозольной краски и не тужить. И готовили мы, значит, пельмени. Вернее, не приготовили. Но мы не отчаиваемся, потому что у нас есть... Кедр плюс! Идеален для применения дома, на даче и в гараже. О-о-о. Миленькая портативная история. Вот такая вот. Это выглядит, как в американский фильм, вот эти почтовые ящики. Прибор, кедр максимально консервативен. Максимально прост. Два штыра всунул и все, и все пошло. Вы обратите внимание, ни кнопок, ни кнопок, ничего. Я вижу, как его красили баллончиком. Да, в натуре мы можем обратить внимание на аэрозольные аэрозоли. Я больше вам скажу, у меня руки чуть пахнут краской аэрозольной. Вот у нас тут противный. Вот это что такое? Это ножки, чтобы он стоял. Оно нам надо? Да, это он нажет. Да, надо. Итак, кедр готов. Опа. Максимально суров. Палец оттяпает. Хочешь пальчик подсунуть? Нет. Я тоже не хочу. Вот это вот сунул в жопу и... Ааа. Не суется. Ну, вроде все, это максимум. От... Всем селом вставляли. Затрещал. Оживает. Краска запахла. Мы даем этому малышу 10 минуточек, чтобы он прогрелся пока. Так, быстро. Вот сюда аккуратненько. Вот так вот. Такая красивая. Посмотри, вот какой пирожочек мы сейчас сделаем. Я этот рецептор везла из Нидерландов. Так никогда нежненько не получалось. Ой, ребят, я таких никогда не пр epidemic. Ой, фу! Когда паяльник разогреваешь, вот такие же запахи, да нет, вот дым идет. Да, он залепил тестом эти дырочки, которые мы не закрыли. Ножки зажарим? Давай. Положим. Егор. А картошка еще есть. Ну, Егор, ну что ты вот дурачишься, ебаный? Я не дурачусь. Это фарш по-ватикански. Да. О, да! Залезло? Смотрите, как красиво. Ты посмотри, посмотри, как красиво. Выглядит очень неплохо. Да? Да. Хорошо. А теперь самое время помять ручки. Массажер для рук электрический КТ29315ВТ поможет расслабить руки и избавиться от неимения пальцев рук и боли в суставах. Подойдет тем, кто занимается длительной механической работой и подвергает руки высокой нагрузке. Так это ж мы. Всегда что-то новенькое. Лозунг, собственно, наших выпусков. Упаковано, в принципе, добротно. Все очень такое, с любовью. Вот эта вот бомбадура заключается в том, что ты должен вот так вот просто засунуть руку и кайфовать. Ты чувствуешь себя железным человеком? Да. Режим 1. О, она начала мне руку сжимать. А! 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 Она сжала, Даня, сжала сильно. Она не связана с меня. Ты что еще? Нет, она нихуя не сжимала. Смотри, серьезно? Дай вытащить. Что, потяни? О! Для людей, у которых есть трипофобия. Как будто бы какой-то человек с очень толстой, плотной жопой сел тебе на руку. А, Леонид Анатолий, офигня. Ой, еб твою мать. Она сейчас лопнет у меня, знаешь, как этот пузырь. Еб твою мать, ни хрена сжимают. Мои пальцы уже выше пальцев, уже синего цвета. Мне просто давят. Вот натурка толстой жопой села мне на руку. И вот так булками переменяется на запястье, на ладонь. Я специально по толстой жопе руки подкладываю, чтобы вот это ощущение испытать. Вылезать. Все. Какой я должен от этого профит получить, кроме того, что у меня дыровая рука, и на ней посидели. Сколько я отдал за это? О, лучше тебе не знать. Давай, давай. Тысячи две, одну, две. Тысячи. Три-ти-ти-ти-ти-ти-сот пятьдесят. Четыре семьсот пятьдесят. Четыре семьсот пятьдесят. Ай, какой хороший прибор. Стоит того, твою мать, Илье? Самое обидное, что она максимально беспонтовая, максимально дорогая. Это самое обидное. Ну, конечно, ломать мы ее не будем. Вдруг там человек руку починит. За это ты отдашь четыре семьсот? Нет. Я тоже нет. Кто является фанатом полезной всячины? Я, да. Надувная мойка для мытья и стрижки волос. Мягкая, как перышко, трудная, как сталь, для детей, беременных и пожилых. Компактная, как мобильник. Взял на дачу и погнал. Что ж, довольно эффективный заменитель раковины. Наверное. Пока мы все приготовили, руки намяли, что теперь нужно сделать? Помыть голову, конечно же. Что мы имеем? Это вот, когда в парикмаркетке что-нибудь ходим, головку моешь там? Да, моем. Вот туда вот кладешь, вот в раковину. Вот это она. У нас есть насосик, который мы очень любезно вложили в этот прибор. Более того, у нас в наборе есть поп-тюб. Хопа. Только не Вайлдберрис, только не Вайлдберрис. Брился в машине, голову на ходу моют. Это реально какой-то из советской комедии, какой-то не растяпай советской комедии. Ну что, помоем головку нашей прекрасной Верочке. Ну-ка, давай-ка иди сюда в кадр. Адень ты. Вот тут просто, вот смотрите, мы в голову вот так вот опрокидываем. Здесь зацепили посильнее максимально. О-о-о-о, вот так вот. Ну вот, в принципе, да, даже в принципе может чуть-чуть держать. Ну все, вот так, вот так. Опа, довольно странно в одной... Ну типа это просто надо облокотить на раковину, тогда может быть эффективно. Но если есть раковина, зачем тогда вообще это делать? Она только тысяча восемьсот сорок восемь рублей. Вот за этот надувной жилетик. Вот за этот надувной жилетик, серьезно. Я не понимаю, то есть если реально есть раковина, если есть стул, зачем эта штука, зачем нам платить две тысячи? Понятно? Тебе понятно? Да. Мне тоже непонятно. Я считаю, волосы плохо просушились, поэтому пришла пора шапочки для сушки волос. Выглядит ни разу не дебильно. Вымыл голову и теперь ты мегамозг. Полетели. В среднем Дайса стоит, стандартнизированный ионизированный фен стоит около сорока пяти тысяч. Этот малыш стоит шестьсот. Вот. Короче, вот это вот кольцо, оно вот сквозное. Может ли такая магия происходить в товаре за шестьсот рублей? Тут уже немного другой вопрос, потому что, а другая сторона товара, коробки, пытается нам сказать немножечко другое, что кажется это обман. Кажется ничего там сквозного, ничего не будет. Но вот так, в принципе, убедительно. Мне кажется, он сквозной должен быть. Он сквозной? Я могу его сделать. Ну иди сюда, давайте его осушить. Ну это определенно фен. Есть ли какие-нибудь фенные эксперты? Ну он не очень горячий, типа обычно феном прям ржет. Он светит, смотрел. Опа! Ну он прям вообще какой-то лайтовым прям вообще не идет. Не, ну он очень слабый, потому что он вообще не горячий. Ну это так, это разминочка для смазочки. У нас есть вот такая великолепная штука. А когда в прикмаркетскую мы ходим, я всегда вижу вот этих тетей, которые странные смешные приборы на голову надевают. Да, да, да. Да, и голова тем самым сушится и запекается. Вот сюда суем фен. А вот это надеваем на голову. Сейчас мы полетим в космос. Пошло? Что-нибудь приходит в голову? Чувствуешь? Не, есть, потрогай, потрогай. Надус, надус. Мегамоз. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты какие-то изменения? Пока что не очень, честно говоря. Ну, смотри, вот мы надаваем, говорит, с волосой чуть-чуть ниже лопаток. Сушила 30 минут. 30 минут. Оставила немного влажными, чтобы до стук не ставить. А мне так и стоять? Да, ты стой. А я пока проверю вот это. Вкуснятина, еб твою мать. Ладно, пусть пока еда остынет, давайте проверим, что с волосами. Ну что, сколько ты уже стоит? Минут пять. Хорошо, молодец. А теперь смотрим на невероятный результат. Да, вот тут у тебя сухо. Тут все мокро абсолютно. Хорошо, расчесывается. Нет, 500 рублей я за это не дам, так же, как не дам за вот эту вот надувную хрень для воды. Ты не дашь? Нет. Зачем тратить полторы тысячи вот на это, чтобы высушить волосы, если можно заплатить ноль рублей и просто... Всего каких-то 40, 45-50 минут понадобилось нашей чудо-печке, чтобы выражать вот эти вот вещи. Давай продегустируй, что там прожарилось, что не прожарилось, что запеклось, что сгорело, а что нет. Тесто готово, фарш, естественно, тоже готов. Мне кажется, какой-то есть привкус. Или нормально. Или что-то есть. Или нормально. Зачем это дома, если есть духовка, а зачем это на даче, если есть мангал? 2,400 мы за нее заплатили. Вот 400 не дал бы сверху. За 500 отлично, 2,400 перебор однозначно. Тут ни режимов, тут ничего, это просто горящая коробка, которая однозначно хорошо печется продукты. Не знаю, насколько супер качественно в плане привкусы и что там внутри мы еще обнаружим, внутри себя после использования. Но, тем не менее... Мытье окон всегда проблема насущная, именно поэтому производители выдумывают много разных интересных приборов, как, например, щетка для мытья магнитная. Легкое использование и безопасная мойка, но, очевидно, недолгая. Поели, красочкой впитались, меня, кажется, чуть подташнивает, но это уже... У меня тоже, кстати, чуть-чуть. Да, есть такой моментик. Теперь пора и поработать по дому. Вот, собственно, у нас грязное стекло. Вот, помыть его надо. У нас есть невероятный Double Sides Glasses Perdaces. Это хрень, которая моет стекла с противоположной стороны, и фигня в том, что она работает на магнике. То есть, условно говоря, у нас есть вот такая блин-бамбуна, которую мы с двух противоположных сторон фиксируем и моем с наружной стороны. Ну вот она. Допустим, вот у нас мы привязались ей, чтобы она не упала. Мы ее спускаем вниз, лепим. Ну и все, погнали, работаем. Прикольно. Весь джем тут. У меня хороший вопрос. У нас вообще в домах, как правило, стекла двойные. Они у нас двойные. Есть второй? Давай сюда. Но если у кого-то стекла оде-нарны-е, в этом есть смысл. Ага, держится, но это, дорогие друзья, мне кажется, самое... Вот и все, сказал мудрец, и воду гонул. Так, ну и вот как-то очень скверненько, очень поганенько, но можно сделать. Ну так работает, причем даже довольно крепенько. Таких приспособлений довольно много. Есть электронный, но это самый изюмый вариант, самый непрохотливый, который стоит сколько? 390 рублей. Нормально. Ну нормально, пойдет. Здесь прям вот вообще вот как бы хер не дуть. В этой рубрике мы больше денег платили за кусок пластмассы. А здесь еще и ма. Ай, блин. А если вы плохо себя вели, не забудьте себя отшлепать. Пожалуйста. Шлепалка, массажная хлопушка. Лимфодренаж всего тела улучшает кровоснабжение, избавляет от отеков, снимает зажимы и спазмы. Как вот так вот нагнул и бац, полбу, красота. Намыли окна. И что мы делаем теперь? Устали. Надо заняться самомассажем. Для этого есть шлепалка массажерная. Она довольно, я думал, она гибкая. Ну да, она довольно гибкая. Это штука с массажными вот этими, как в душу, когда встаешь надами. Меня больше заинтересовало, что на Балдерсе написано, что это шлепалка. То есть, следовательно, какого черта. Я буду тебя шлепать. Я буду тебя шлепать за плохой греб. Вот сюда. Я тут ничего не чувствую. А так. А да. Спасибо. Убьем. Серьезно, вот так это работает? Что за бред? Вы что купили? Опять? Данил, это по-сраке надо бить. Ну давай. А что я? Давай на Чичико, козел. Су-е-фа. Су-е-фа. Блин. Вообще никакого массажа. Ну это как ударить какой-то, я не знаю, блин. Это буквально металлические шарики, встроенные в резиновое говно. Они причиняют боль. То есть за 4,69 рублей не дают уникальную возможность шлепать себя расчетом на то, что там что-то лимпоузлы, что-то кровяные вот эти сосуды. Вот это вот все, да? А кстати, побить, между прочим, нормально, я как раз. Она чуть-чуть побаливает после зала, но все равно пьет говно. Все равно пьет говно, да, говно полное, да, все, тихо. Которая штука катается и колет, вот она прикольная, она работает более-менее. Да, да, я могу дуршлагом так себе поскрести по спине. Зачем? Теркой для сыра. Я поскребу себе по спине и вот такой же результат получу. Лето грядет, а это значит, что надо освежаться. Хватайте вентилятор Мини арома вентилятор Одна штука, цвет без выбора Быстро охладит воздух Аж подмышки затрясутся Нашлепались, намыли окна Устали, невероятно Вот просто вот, и душ Лет уже начинается, вот это вот все А кондиционера нет, для этого есть маленький портативный кондиционер Вот такая вот невероятная штучка Которая подключается по USB Делает холодной водичкой Заливаешь, нажимаешь кнопочку Кайф Короче, вот сюда ты заливаешь водичку Вот это вот, очень круто положили Кстати, это шарики, которые держат температуру Мы сюда суем все, и шарики, и шарики, да? Да! Залили Шарики есть, водичка есть Вообще сюда лично я клал еще лед Есть от батареи Но это работает ровно минут 10, когда жарко Холодок пошел По коже О боже, у меня даже мороз по коже пошел какой-то По-моему, это просто какая-то вентилируемая финтифлюшка В этом смысл есть, но вот у меня подобная вещь была Работает, ну, 15 минут, а потом снова жарко Ну, вот и все Это прекрасно, а сколько стоит такая история? Без скидки она стоит 2233 рубля А партия 933 Ну, перебор Ну, это перебор Ты же понимаешь, что подрогает? Ты же понимаешь? Ты же понимаешь, что придется ударить тебе Нет, не надо, не надо, пожалуйста, не надо Проверку прошла ты, ребят, прошла Мне кажется, нет За такие закосарек ты, конечно, нет Андрей, прошла проверку? И конец, конец Ты просто, она как бутон расцвела, просто внутри Это хрень, это хрень для бегу хомячка Это орбизы Ну, и на финальную заквасочку пистолет-массажер Идеальное средство для восстановления после тренировки Незаменимый помощник в просидящей работе Придает силы бодрости, особенно если этим шлепать себя по жопе Ну, не получается нормально отдохнуть Последний шанс там дает Валберес, а именно Массажган Обязательно к прочтению, уважаемый покупатель Спасибо, что выбрали нас Мы проверили, упаковали для вас данный товар Надеюсь, что уже нашел до вас целостной сохранности Но если вдруг что-то не так с заказом Не работает, сломан, не полный комплект То убедительно просим не спешить с составлением негативного отзыва На Валберес сначала написать напрямую нам на WhatsApp Плюс 799-129-84078 Или просто отсканировать QR-код И мы постараемся решить любую проблему в вашу пользу Вплоть до полной компенсации стоимости товара Помните, что нам недоступны ваши контакты И что доставка, складка до ПВЗ Занимается служба доставки Валберес А также про возможную плату за отказ Которую списывает Валберес без согласования с нами Надеемся, что вы останетесь с довольной покупкой Но если что-то будет не так, напишите, пожалуйста, нам Поздравляю, выиграли бонус 100 рублей Для получения следуйте инструкции ниже Вот, собственно, да, купюра 100 рублей Купюра, класс Вот такая элитарная хренандупила Главное, что есть золотые Вкрапления, из-за чего товар Кажется еще более привилегирован Я хочу вот эту круглую штучку Тихо всем лежать! Я очень страшно, пожалуйста, заблоките Я сделаю все, что угодно Ему конец! У меня мозг трясется, как в блендере Я больше не могу А в чем физическая-то возможность этой истории? Ну смотри, ты пришел с тренировочки Ну вот я сегодня тоже заходил в зал У меня вот болит Ну давай, что ты делал, что делал? Я делал вот сзади вот плечи Я делал, пониже чуть-чуть, пониже, пониже О, сейчас хорошо было Что ты сделал? О, ой, бля А эти по голове У меня мурашки Делай, делай, делай Мировоззрение меня! Что у нас тут есть еще? Вот это вот куда суется, очевидно Ну выглядит как будто, да Эта штука вырывает хребет Можно я ее заберу? Нет, я Дорогие телезрители Все уплачено мной, пошел в жопу Это как приз застрадания Я могу тебе для руки дать Бля, козел, так нечестно Горловое пение, дорогие друзья Я как будто сбросил все грехи свои Сейчас вот реально из трусов вот так вынул, стряхнул подвоночник Я ставлю лайк и готов драться А сколько стоит, сколько стоит эта история? Пять кушков 944 рублей 944? Я такую когда-то хотел все купить, но они стоят типа по 20, там по 10 Заказарь, киню мне ссылку! Да 900 рублей Дай мне ее! Вот реально сейчас как хэппи-энд Мы взяли, расслабились под конец И было даже какое-то мгновение Хорошо Это был катарсис Это был катарсис Что ж, вот такие у нас сегодня товары И вывод, как всегда, один и тот же Тратьте свои денежки с умом Доверяйте только проверенным продавцам И помните, что пять звезд еще не являются гарантией того, что вам приедет нормальный товар И вы из него не облазеете Поэтому берегите себя и будьте крутыми Даня, а как ей пользоваться? Просто... Только не в глаза, только не в глаза На концовка! Огромное спасибо за внимание Как думаете, стоит ли снимать следующий выпуск на природе? Если да, то с вас 100 тысяч лайков Подписывайтесь на канал, пусть и группу ВКонтакте, Телеграм И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok